МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какой это у нас выпуск по счету? Четвертый. Я, честно, думал, что я не дотяну до второго. Но как-то так все сложилось. И у меня, оказывается, много мыслей в голове. Я сегодня с утра встал, начал много думать о том, как я вообще здесь оказался и почему я оказался в Австрии на самом деле. И я понял одну очень важную штуку, которую я хотел с вами поделиться. Ради любой мечты, ради любой мечты, какая бы она у вас в голове ни была, вы всегда должны чем-то жертвовать. Неважно, это будет что-то глобальное или это будет какая-то мелочь. На самом деле практически всегда вы должны жертвовать чем-то. И это и будет определять то, как сильно вы хотите эту мечту. И реально ли это вообще ваша мечта? И я, честно, вот сейчас начал в голове крутить, вспоминать, и у меня не было ни одного примера, ни одной ситуации, когда бы в моей жизни была мечта, ради которой мне не приходилось бы идти на какие-то жертвы. Вот сегодня я вспомнил Австрию, будучи находясь в Австрии, я приведу вам этот пример в конце. Давайте с самого начала начнем. Смотрите, я, к примеру, начал заниматься сетевым маркетингом очень давно. Я знаю, что у вас двойственное отношение к нему, я знаю, что у любого человека двойственное отношение к нему. И даже тогда, когда мне было там 17-18 лет, когда я им занимался, 19, у всех было двойственное к нему отношение. И у моих друзей, у моего окружения было двойственное отношение. Они уже негативно, уже плохо относились к нему и так далее, и так далее. Но у меня была одна очень большая и важная мечта. Я очень сильно хотел автомобиль себе. Во-первых, я знал, что в моем возрасте практически ни у кого не было своего автомобиля, по крайней мере, в те времена. Во-вторых, я прекрасно понимал, что мне его никто не купит, и мне надо что-то делать для этого самому. И я знал, что я буду жертвовать ради этого автомобиля, ради своей мечты, уважением моих друзей. Потому что я буду заниматься тем бизнесом, к которому они относятся двояко. И я знал, что я многих потеряю. Ну, вы знаете, да, это чистка, она происходит, она бывает, и это нормально. Всегда бывает. Даже несмотря на то, что чем вы занимаетесь, сетевым кофейнем, да хоть чем, без разницы. И так произошло. И я понял, что ради этой мечты я готов потерять, так скажем, вот таких вот, да, друзей. Как только я дошел до этой точки, когда я смог себе позволить автомобиль, у меня возникла в голове еще одна мечта. На тот момент мне было, по-моему, 19 лет. Тогда еще на Бали, ну, не было популярным ездить на Бали, как сейчас, там не было кучи туристов русских там и так далее, и так далее. И это был очень такой закрытый курорт, и там был серфинг. И, господи, я просто мечтал заниматься серфингом. Для меня это было там что-то невероятно крутое. Я думал, что я как будто бы на другой планете, на Марсе, там катаюсь по, я не знаю, там, по лунному свечению. Не знаю, с чем сравнить, но для меня это было, надеюсь, что-то изрядово выходящее. Я, честно, не знал, кто мог позволить там, по крайней мере, из моего окружения тогда слетать на Бали. Но я все деньги, которые копил на машину, я откинул их в сторону. Не откинул их в сторону, а принес в турагентство и купил себе серф-школу на несколько месяцев на Бали. И улетел на Бали, и несколько месяцев занимался только серфингом. Это были одни из самых лучших, ярких времен моей жизни, я ничуть не пожалел. Но это снова пожертвование, это снова испытание, на что ты готов ради своей мечты, ради своей настоящей мечты. И такие вещи, они происходят всегда. И вы должны понимать, что если реально что-то хотите, если вы реально о чем-то мечтаете, вы должны быть чем-то пожертвовать. И это нормально, и это делают все. И вот сейчас, будучи в Австрии, это последний пример, например, да, он будет более такой абстрактный. Но в любом случае, я всю жизнь мечтал жить с женой, да, я всю жизнь мечтал жениться. Мне было там 30 плюс лет, и у меня как-то все не шло, не было правильного человека. Но когда я его встретил, я понял, я готов на все, чтобы быть рядом с ним, чтобы делать его счастливым. И так уж вышло, что у меня к Австрии двойственное отношение. Но если мой человек здесь живет, если я хочу быть с ним, я мечтаю быть с ним, потому что это мой выбор, там и так далее, я готов идти на жертвы и тратить много денег на жизнь здесь. Я готов тратить много времени на перелеты, тереть свое здоровье, иногда забивать на работу, хотя это не очень хорошо, по крайней мере, это не мой характер точно. Но ради такой мечты я тоже готов жертвовать. Ради любой мечты вам придется жертвовать. И вы, прежде чем вот прям реально этого сильно захотеть, мечтать, вы должны психологически к этому подготовиться, вы должны понять, что если вы дойдете до какого-то уже финала, когда уже вот-вот я начал случиться, вы должны быть чем-то пожертвовать. Если вы готовы, то это точно ваша мечта. А если вы чувствуете, что вам придется что-то принести взамен, то, наверное, вам надо просто немножко еще поискать в себе, внутри. Это точно не ваше. Если ваше, вы, не задумываясь, просто щелкните пальцами и откажетесь от всего ради этого. Поэтому, друзья, это сегодня такая очень важная для меня тема, мне кажется, потому что немногие на это... Я это вот сейчас беру в примере коэффициента бизнеса, да, как люди идут. Не всегда все идет гладко и не всегда все идет там супер, даже с теми же самыми кофейнями. И иногда приходится собственным временем жертвовать, иногда приходится жертвовать уважением друзей, иногда приходится жертвовать уважением своих родителей, своего окружения, всего-всего-всего. И иногда приходится жертвовать, я не знаю, там, знаете, дискотеками, тусовками. Очень сильно хочется сходить в кино, очень сильно хочется потратить деньги на, я не знаю, на большой жирный попкорный выгулять свою подружку там, да, куда-то там. Но ты должен сидеть и работать. Ты должен сидеть и заниматься тем, что приводит тебя к твоей мечте однозначно. И ты идешь на какие-то жертвы. Знаете, если брать, например, опять же в прогрессе, я не знаю, в примере бизнеса, то я помню, как я открыл свою первую самую точку кофейную. И на тот момент я всю жизнь мечтал о бизнесе в партнерстве. Я считал, знаете, у меня в голове было такое четкое понимание, что если ты хочешь сильный бизнес, если ты хочешь долгий бизнес, если ты хочешь крутой бизнес, у тебя должен быть партнер. Вот у меня как-то вот это вот в голове, знаете, стереоптип такой залез, и я никак не мог его выгнать из своей головы. Но я не считаю, что это неправильно, это мой путь, и я считаю, что есть путь, когда ты один работаешь, это тоже нормально. Но вот у меня был такой путь в голове, и я открывал когда свою кофейню, то есть вот смотрите, мы начали, у нас была там тайм-кофейня вместе с Алексеем, с моим партнером, а потом мы, перед тем, как открыть вторую тайм-кофейню, мы немножко с ним разделились. Он уже до этого занимался курсами английского языка, а я ушел еще более глубоко в кофе. Я открыл кофейню свою на нашей центральной улице, улице Пушкинской, и я открыл ее один. И вот у меня всю жизнь была мечта вот этого сильного партнерства. Но Алексея не было тогда возможности открыть со мной кофейню, потому что он занимался своими английскими историями. И я это понял, принял и как бы сказал окей. Но как только у него там случились некоторые, как я понимаю, там отклонения в развитии, в общем, он не захотел заниматься отклонением в развитии, это очень смешно звучит. Он отошел от английского языка, и я снова вспомнил о своей главной мечте, о том, чтобы весь бизнес, весь бизнес, который только у меня существует, он у меня был в партнерстве. И я мог бы на тот момент предложить ему выкупить долю за ту стоимость, за рыночную стоимость, сколько уже тогда стоила моя кофейня. Она уже выросла в разы, то есть я там работал уже несколько, несколько, много месяцев. Обороты были очень хорошие. И я знаю, что в 3-4 раза она становилась дороже себе стоимости, минимум. То есть по рыночной цене, если продавать долю, то она бы в 3-4 раза стоила дороже. Но я плюнул на это, и я знал, что у Алексея нет на тот момент возможности купить это за такие деньги. Но я поставил на весы впервес ту самую мечту. Быть в партнерстве, иметь бизнес в партнерстве. И я продал Алексею все абсолютно по себестоимости, и до сих пор об этом не жалею. Хотя прошло уже много-много лет, и мы до сих пор все бизнесы делаем вместе в партнерстве. И это тоже сложно, может быть, для вас еще немножко будет понять вот эту вот такую мечту, и такую жертву ради мечты, но это тоже одна из самых жертв. То есть тут как раз-таки самая главная жертва, одна из самых частых жертв, это материальная жертва. И я готов был, так сказать, сегодня я с утра встал и понял, что в моей жизни уже были все жертвы, и материальные, и духовные, и всякие разные другие ради мечт. И я думаю, что это тот важный этап в жизни, это тот важный момент в голове, который вы должны принять для себя. Если это ваша мечта, вы должны, вы готовы, вы должны быть жертвовать. Иначе, если вы чувствуете, что вы не готовы, то вам надо покопаться и найти более лучшую мечту. Вообще, как-то мы сейчас сильно глубоко начали, и я вот сейчас нашел, жена мне нашла. Очень классное место для завтрака. Мы вот целыми днями теперь кушаем, завтракаем. И знаете, очень прикольно. Мне очень понравилась их история. Заведение довольно стильное, классное, но мне понравилось то, что оно расположено внутри рынка небольшого. И знаете, у них полностью отсутствуют все холодильные камеры. У них вообще внутри ничего нет. Ни холодильных камер, ни складов, вообще ничего нет. То есть, понимаете, ты приходишь, делаешь заказ, они идут на рынок и берут оттуда прям суперсвежую еду и тебе готовят. И это, конечно, очень сильно необычно. Я думаю, что в России это будет такое массовое удивление. Ну, то есть, ну, вдруг, если вы задумаетесь, если вы вдруг задумаетесь об этом, то, не знаю, если у вас есть какой-то рядом классный рыночек, то вот вам супер чит-код, как сэкономить площадь, как не платить большие деньги за аренду, потому что вот у тебя тут прямо рынок. В общем, если у вас есть какой-то рядом симпатичный рыночек, подумайте об этом, потому что это реально очень интересная идея. И ребята, правда, они не работают ровно в режиме работы рынка. И у них здесь всегда толпа народа. Ну, очень круто. И вот можно, например, сэкономить, что и не платить за вывеску, как говорит Настя тоже. Вот ведь просто мелом написать и все. Я помню, как я в прошлом выпуске рассказывал о том, что я очень не люблю Европу за парковку и что она... И вообще, в принципе, тяжело очень найти. Она очень дорогая и я постоянно оплачиваю через телефон. У меня стоит программа здесь специальная, куда заведена моя машина, какие-то карты там и так далее. Вот. И я отошел на 15 минут. Поставил машину на 15 минут. Я опоздал ровно на... Сколько опоздал? Где-то, наверное, на 2 минуты. На 2 или на 3 минуты я опоздал. Пришел и у меня уже вот сразу автоматически висит тикет. Тут же. И они очень круто делают. Они сразу прикладывают к этому тикету чек на 36 евро. Типа, ну, все, как бы вот сразу, чтобы тебе удобно было, пришел с этим чеком в банк, тут же сразу оплатил. И меня это прям очень сильно нервирует, расстраивает. Вот человек же может опоздать на 2 минуты, да? Ну, то есть, вот они проходят, и у них такие специальные приборчики, они щелкают ими по номерам и видят, когда человек оплатил, сколько у него там времени еще стояночного парковочного есть. И они видели, что вот меня, я опоздал ровно на 2 минуты. Я пришел, у меня оно выписано на 17.16, я пришел в 17.19, 17.20, ну, пускай там 4 минуты. Ну, почему они не дают какой-то запас времени, да? Ну, вот ты же можешь опоздать немножко, у тебя может что-то случиться там и так далее. Ну, а им все фиолетово вот сразу. Неважно, что. Чек на 36 евро. А я уже уставал от этих чеков. Ну, вообще, на самом деле, у меня все эпопеи с копами, она началась уже вчера, и была очень странная ситуация. Мы вечером поехали в виноградники наверх, в кафешку поужинать, и я выпил 2 бокала вина по 125 миллилитров. И, как вы знаете, ну, я думаю, что многие знают, что в Европе в большинстве стран можно употреблять там алкоголь за рулем умеренно, и в Австрии это 0,5 промилле. И я прекрасно знаю, что 2 бокала по 125 – это, ну, очень мало. Ну, не то, что мало, но это точно не доходит ни до какой нормы. И мы вчера возвращаемся вниз, спускаемся на машине светоградников, и впервые в жизни я уже в Австрии, получается, 2 года. Ну, так, 50 на 52 года. И внизу стоят целые облавы милиции, куча, куча, куча полиции. И они меня тут же остановили, спросили, чего здесь делать из России. Типа, я говорю, вот у меня здесь живет жена, он не попросил, не права, ничего, тут же сует мне трубку, надо, говорит, дуть. Я говорю, окей, дую. У меня, получается, 0,22 промилле. И, ну, я понимаю, что 0,5 разрешено. Он говорит, вы знаете, разрешено 0,25. Я такой, типа, ну, я же говорю, вроде бы как бы 0,5 разрешено. Он говорит, нет, что-то поменялось, прибор у нас другой или еще что-то. Я так и ничего не понял, но он говорит, сейчас все поменял, а сейчас 0,25. Я тут же захожу быстрее в законы, ну, там, ну, начинаю читать, смотреть, я вижу, что 0,5. Но в любом случае, я ему говорю, что, ну, у меня же все равно 0,22. Вот. И он говорит мне, да, вы знаете, вызывают напарника, что-то они там по-немецки общаются друг с другом. Он говорит, вы знаете, сейчас вам надо здесь 15-20 минут постоять, приедет в лабораторию, только тогда мы вас отпустим, когда вы в лаборатории сдадите все. Я говорю, ну, а в чем, собственно, дело? Я говорю, я же, у меня же даже если 0,25, то у меня 0,22. Все равно. Он говорит, нет, нужна лаборатория. В общем, мне кажется, что это снова предрассудки на русские номера, и уже надо быстрее покупать машину какую-нибудь маленькую, обычную на европейских номерах, чтобы ездить спокойно. В итоге я из шерстила интернет, везде написано 0,5, везде по законам стоит 0,5. Но в любом случае приезжает лаборатория, целый грузовик, ну, не грузовик, там такой мини-вэн приехал с лаборатории, это было очень смешно, блин, жалко, я не фоткал. Но я, честно, изнервничался, потому что я понимаю, что они права у меня не отберут, я знаю, что они выпишут штраф и так далее. Но я, честно, не злоупотребляю этим. В России я вообще знаю, что не разрешено, и тем более я этого никогда не делаю. Ну, здесь вроде как можно, 0,5, два бокала вина по 125, нормально. В общем, это лаборатория, там куча всяких измерительных аппаратов стоит, какие-то там видеосъемки, тут же у меня началась. Он говорит, вы дуете два раза, и мы выбираем из двух раз меньший, и то есть берем его за показатель. То есть мне надо дунуть два раза, чтобы было меньше 0,25, почему-то 0,25. И вообще из двух выдуть меньше, чем 0,25. И я первый раз дую, и у меня уже сразу показывают 0,2. И они такие расстроены были, они дают права, типа, окей, идите. И я сел в машину с таким смутным чувством, знаете, как будто бы я оказался в России, и у меня требовали какую-то взятку копы. Короче, это было очень двойственно, и я, честно, не ожидал от этого, от них такой истории. Поэтому Австрия не всегда идеальна. Потому что тут же у меня вопрос очень интересный возник. Вы кого-нибудь из вас останавливали в Европе, и вы когда-нибудь дули в трубку в Европе? Потому что, честно, у меня это в жизни произошло первый раз, и мне очень интересно, есть ли у кого-то подобный опыт. Если есть, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, потому что для меня после вчера какое-то шоковое состояние до сих пор, я немножко в нем пребываю, удивлен и обескуражен. Расскажите, пожалуйста, если вы когда-то дули в трубку в Европе. Я даже в России, честно говоря, не разданил.